Всем привет! Я все еще на острове Унгудя, архипелаг Занзибар, страна Танзания. Продолжаем нашу рубрику. Интересные, дорогие, необычные камни, попавшие в наши с вами теплые ручки. Рассматриваем, обсуждаем. Вот, просили, получайте. Есть такой камень, который как-то вот вообще редко и у меня заказывают, и ко мне в руки он редко попадается, и редко очень вижу я его вообще в принципе где-то вот в обороте, да. Вот, между тем этот камень считается очень доступным и совсем недорогим. Почему? Потому что его очень-очень-очень много подделывают в огромных количествах, прям тоннами его производят. Синтетику, естественно, да. Там, ребят, на лодочке плывут, играют на барабанах и поют. Молодцы, хорошо развлекаются. В жару 45 градусов сейчас, наверное, я думаю, не меньше. Так только африканцы могут делать. Я прячусь в это время в тенечке. Так вот, аквамарин. Аква это вода, марин это море, да, морская вода. Все прилавки, вот, если вы поедете, какая-то там ярмарка мастеров, что-нибудь такое, да, ярмарка самоцветов, не знаю, как это в России называется. Если вы туда поедете, все прилавки будут завалены аквамаринами и стоят они там, ну, тысячу рублей. Естественно, они будут без сертификатов. Естественно, это синтетика. Если продавец честный, молодец, то он скажет, да, это имитация. Если он не хороший человек, то он будет говорить, что это натуральный камень. Вот, натуральный аквамарин хорошего качества, в хорошем цвете. Добывается крайне мало и вообще редко. Добывается он в нескольких странах. Но вот самый прям зачетный, лучший вообще считается у нас на Мадагаскаре. Сегодня, собственно, мы с ним и познакомимся, как раз с мадагаскарским аквамарином. Это как раз один из камней, которые были в том самом кладе, который, значит, нашел мой партнер в доме своего дедушки. Вот, вот смотрите, значит, изначально он выглядел вот так вот, ну, какой-то кусок стекла. Да, в принципе, ну, человек, который не знаком с гемеологией, решит, что это кусок просто какого-то голубого стекла. Ну, и, в принципе, правильно сделает, потому что он действительно похож на кусок стекла для обычного человека-обывателя. Вот, вот смотрите, уже стадия огранки, которая называется пришейп. В этот раз мой огранщик постриг ногти, молодец. Пришейп, это когда ему предварительно придают форму, но еще не наводят грани и не полируют. Да, ну, вот здесь цвет пока не раскрыт. То есть, он такой матово-голубоватый и непонятно еще на этой стадии, будет ли он каким-то крутым или не будет. И вот, смотрите, что получилось. Ребята, получилось просто, ну, вообще офигеть. И тут, конечно, я огранщик молодец, но и камень очень крутой. Если бы камень не был крутым, то, конечно, его как ни грани, он все равно будет так себе. Вот, это самый дорогой цвет из всех аквамаринов, которые вообще бывают. Он называют Санта-Мария. Вот, добывают такой редко, стоит он дорого. И, собственно, ну, видите, каменюка получилась огромная, да. Сейчас посмотрю в сертификате, сколько он у нас карат. 138 карат он весом. Вот, смотрите, мы сделали на него два сертификата. GIA и GRS. Это обе дорогие, уважаемые в мире компании. Вот, ну, делали на всякий случай сразу два, да, для клиентов. Гранили мы его летом, но вот как-то руки дошли снять его только сейчас. И все это собрать, все эти видео в кучу, да. Сколько он будет стоить? Сколько таких вот? Насколько он редкий? Это прям совсем редкий камень. Вот таких крупных и ярких я не видел ни разу. И вообще, я вам скажу, что через мои руки натуральных аквамаринов проходило, знаете, ну, наверное, штук 5-6 всего совсем. Похуже цветом, такие бледненькие, да, такие беленькие. Белесые, бледноватые, ну, может быть, десяток я видел всего. То есть, это очень мало. Это получается, что даже реже, чем хороший рубин, потому что рубинов я держал в своих руках больше. Там, десятки, да, а тут меньше 20. Сколько он будет стоить? Ну, тысяч, где-то то же самое. Торговлю мы сейчас ведем. Тысяч 150 долларов где-то примерно, плюс-минус 10 тысяч, да, он будет стоить. Носить такой в украшении я не могу, предположить, как можно. Но только если сделать какую-то мега-огромную подвеску такую вот, да. А так, конечно, кольцо с ним не забабахаешь, браслет тоже. Но это, несомненно, инвестиции. Вот. Находят их очень мало. Месторождения очень скудные, скромные. И они в цене, поэтому, растут с громадной скоростью. Буквально там, когда я начинал заниматься, там, 10 лет назад, вот такой, наверное, стоил бы тысяч, я думаю, 50-70. Вот, можете сами прикинуть, насколько он в цене вырос за последние 10 лет. Вот, собственно, такой у нас удивительный камешек. Вот, обещал, показываю. Всем привет, не болейте.